Программа подготовлена при поддержке автономной некоммерческой организации Российская система качества. Российский знак качества утвержден в 2014 году, наследник советского знака качества. Присуждается по результатам независимой экспертизы и является высшим знаком отличия для товаров отечественного производства. Мы расскажем, кто из производителей имеет право маркировать свою продукцию красным пятиугольником, как выбрать правильный продукт. Шаг первый. Зайдите на портал для умного покупателя rskrf.ru. Шаг второй. Найдите в магазине продукт с этим знаком на упаковке. Шаг третий. Надо брать. Эта программа «Надо брать». Сегодня узнаем, как выбрать гречку, проверим качество крупы народными способами, узнаем мнение экспертов Роскачества и спросим у белгородцев, по какому принципу они выбирают гречневую крупу в магазине. Я выбираю вот такую гречку, без всяких черненьких, как они называются, камушки и без дробинок белых. Чтобы не сильно темная была и поменьше сечки. В основном по цене. Это гречка и гречка. Чтобы менее обжаренная была. Ну, не светлая, но такая. Ну, это еще более-менее нормально поедет. Вот, допустим, упаковочка этой гречки, она прозрачная. Мы видим, что она очищена, да? Какой она фракции? Это тоже гречечка чистая. И видно на упаковке и дата, и срок его хранения. Я смотрю на скидки. Если на гречке скидка, то я ее беру. Если на гречке нет скидки, то я ее не беру. Выбрать гречку нетрудно. Достаточно внимательно рассмотреть крупу. Современная упаковка в основном прозрачная. Обратите внимание на ее герметичность. По ГОСТу в крупе должно быть менее 1% шелухи, мусора и почерневших ядер. Эксперты Роскачества утверждают, что 99% гречки в России высокого качества. В целом гречка в России качественная и безопасная. Роскачество встретило лишь несколько. Нарушения – это буквально единичные случаи. Например, экспертам встретилась плесень в гречке, которая говорит о неправильном хранении продукции в магазине или даже во время сбора урожая. Пестициды встретились в следовых количествах, крайне малых. Они допустимы техническим регламентом, не принесут вреда вашему здоровью. Вы просто не съедите столько гречки, чтобы заработать отравление. Но такой товар уже перестает претендовать на присвоение знака качества. И сорные примеси встретились буквально в одном случае. То есть почерневших зерен и какого-то мелкого мусора, дробленных ядер. В гречке было больше, чем следует по ГОСТу. При выборе гречки обращайте внимание на маркировку. На упаковке должны быть прописаны название, вид, сорт товара, адрес и телефон производителя. Масса нету, пищевая ценность, дата сбора урожая и срок годности товара. Обращайте внимание на ГОСТ и технические условия предприятия. А вам в детстве мама предлагала поиграть в золушку и перебрать гречневую крупу. Мне нравилось это занятие. Сейчас гречка в основном чистая, нет такой необходимости, даже неинтересно. А вот как определить на глаз, пропаренная гречка или обжаренная? Или как понять, есть ли в ней пестициды? Предлагаю маленький домашний эксперимент. Пропаренная гречка дольше хранится и быстрее варится. Но иногда производители нарушают технологию, и вместо того, чтобы обработать зерно паром, гречку жарят. Такая крупа, конечно же, теряет витамины. Говорят, что можно отличить пропаренную гречку от жареной по цвету. Например, у пропаренной центр темнее, а грани светлее. А у жареной наоборот. Грани темнее, а центр светлее. В упаковке вы можете это не заметить, но вот подгоревшие зерна вы точно найдете. Тест номер два. Если в вашем пакете крупинки разного цвета, скорее всего, производитель смешал разные сорта круп. А значит, каша сварится неоднородно. Хорошая гречка должна быть не только одного цвета, но и одинакового размера. Просеете гречку через сито. Если в пачки попадаются зерна разного размера, вывод тот же. Производитель смешал несколько сортов гречки. Домашние тесты – это хорошо, но стопроцентной гарантии они не дают. А наличие пестицидов вообще можно определить только в лаборатории. Чтобы не ошибиться, заходите на портал для умного покупателя rskrf.ru. Здесь самые точные исследования и выводы специалистов. А эксперт Роскачества подготовила для нас топ-5 лучших торговых марок гречки. В топ-5 вошел товар белгородского производителя. Это гречневая крупа торговой марки «Шебекинская». Также в топ-5 пошли товары торговых марок греча, гудвилл, ярмарка и макфа. Гречка этих торговых марок соответствует не только всем основным нормативам, но и повышенным стандартам качества. Поэтому и получила российский знак качества. Есть еще один вопрос о гречке, который волнует многих, особенно тех, кто следит за своим здоровьем. Правда ли, что зеленая гречка полезнее коричневой? Или это миф? Это скорее миф, чем правда. И зеленая, и коричневая гречка одинаково богаты белком, витаминами, микро- и макроэлементами. Однако в шелухе зеленой гречки содержится в 17 раз больше рутина. Рутина – очень полезное вещество. Он нормализует артериальное давление, укрепляет стенки сосудов. Но при обработке паром он действительно разрушается. Именно поэтому гречку зеленую готовить на пару или варить, или жарить ни в коем случае нельзя. При термической обработке вся польза растворится. Зеленую гречку лучше на ночь залить стаканом воды или молока, а еще лучше просто ее прорастить, потому что именно в ростках зеленой гречки содержится максимум витаминов, макро- и микроэлементов, полезных веществ. Пойду тоже попробую прорастить зеленую гречку, а детям сварю коричневую с молоком. Они ее очень любят. А вы, какую бы гречку не выбрали, помните, что в упаковке с красным пятиугольником самая правильная гречка. В ней точно нет пестицидов, вредителей, мусора, шелухи, и она точно не склеится при варке. Редактор субтитров А.Семкин